Я хочу немножко рассказать о этой прекрасной речи. Помимо того, что Лариса Ивановна Легубова является экспертом в области преимущественности образовательных результатов, экспертом в области нового территориального образовательного стандарта, Лариса Ивановна является первым проектором Красноярского краевого института высшей медикации. Более того, наверное, вам будет всем очень интересно, что, наверное, из-за членового комитета Красноярского этапа всероссийского конкурса «Очеты года». Но обозначенная ее тема не является просто объектом научного интереса Ларисы Ивановны. Лариса Ивановна в поле 20 лет работала заместителем директора гимназия номер один университета, школа которой в нашем городе, пожалуй, в Украине, а единственная суть, которая специализировалась именно на возрастной особенности ступеней и на их цели с выговорительными результатами. Именно весьма обозначена тема, которую она сейчас и представит нам. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые жены, добрый день, коллеги. Конкурсантов я бы хотела, во-первых, поздравить с тем, что они участвуют в достаточно важном и серьезном им жизни и в профессиональной карьере мероприятий. При любом исходе это точно полезно и это точно подвигает. И хочу немножко вам посочувствовать, поскольку, мне кажется, тот вопрос, который я задал, он не такой уж и простой, и реальный, хотя он был на устах до того, как появились тогда те или иные. Потому что в любые встречи с педагогами очень часто у пациентов 80-100 случается, когда обозначают те или иные проблемы, особенно связанные с организацией производственного процесса. Из-за этого в учительской аудитории, в управленческой аудитории есть те, кто станут и схожут. А вообще есть еще проблема преемственности. И очень часто звучит про то, что «А вот мы их готовили в начальной школе, а вы как-то на это не сильно обращаете внимание». Или по-другому. «Чему же мы их там учили в начальной школе, что они у нас в пятом классе, значит, не могут того-то, того и сего?» То есть это вопрос, который, в общем, достаточно данный. С другой стороны, почему вопрос стоит о преемственности образования результатов соответствующих в ВОЗ, с новыми стандартами? Ну, потому что вот именно новые стандарты, выстраиванные на такой возрастной основе, вроде бы, должны удерживать ту самую индивидуальность и целостность ребенка. Независимо от того, что он от детского стада переходит в начальную школу, в основную, потом в старшую. Вот они именно так повернуты к ребенку, что на него сфокусированы и должны были помочь удержать эту приемственность. Но как раз, когда мы сейчас уже вошли в тот период, когда, смотрите, уже с 1 января этого года федеральные стандарты школьного образования, все школьные образования учреждения должны в соответствии с ними действовать, уже введем несколько лет во всех школах, во всех классах начальной школы федеральной, государственный стандарт начального образования, да, уже у нас пятиклассники полгода учатся по новым стандартам. И со следующего нового года, с 1 сентября 2016 года, в пилотном режиме 35 пилотных школ будут апробировать стандарт старших школ. И вот эта ситуация, оказывается, не снимает тех вопросов, про которые я говорила в самом начале, когда для других говорят, а есть проблемы с преемственностью, а еще больше обостряют. Поэтому вот найти ответ на вопрос, как же обеспечить преемственность образовательных результатов, которые теперь выглядят достаточно сложно, да, их три типа, предметы, метапредметные, личностные, как сделать так, чтобы следующая ступень опиралась на то, что делала предыдущая, а отторгала то, что уже, ну, собственно говоря, перестала действовать, да, и начинала развивать следующее что-то в ребенке, в смысле образовательных результатов, как это обеспечить на уровне образовательной организации, на уровне школы. Может быть, вы прорезли, если вы будете говорить в том числе. И поэтому я попробовала для вас не сформулировать наводящие вопросы или вопросов в помощь, а я попробовала для вас обозначить те составляющие, наверное, образовательного процесса, которые, в которых может удерживаться преемственность. Как уж вы для себя определите это? Это будет, наверное, звучать в ваших ответах. Но, с моей точки зрения, можно говорить о том, как можно удерживать вопросы преемственности в смысле разработки основной образовательной программы, как не только просто документы или тексты, а как некоторые инструкции к действию всего педагогического коллектива. Причем от, там, если даже не берем до школы, даже в тупень, то от начальной школы, от первого класса до одиннадцатого. Преемственность может удерживаться в деятельности отдельных педагогов прямо в непосредственной деятельности, но даже, наверное, может быть, правильнее будет давать деятельности педагогических коллективов, потому что стандарт — это уже теперь такая ситуация, которая задает и ставит задачи не по сильной одному педагогу. Скорее всего, это нужно решать коллективно. И третье — это, может быть, школьный уклад или школьное образовательное пространство, в котором тоже может быть видно, как удерживается, и можно так его выстраивать, чтобы помогать удерживать приемственность образовательных результатов. Ну, вот три таких подставки. Возможно, вы найдете что-то свое, где это не возбраняется. Дея, думаю, можно пробовать поискать, как же обеспечить приемственность образовательных результатов в соответствии с новыми федеральными стандартами. Ну, вот такое мое главное слово. И мы начнем по традиции с Ирины Валерьевны, которая нас обманывает. Я хотела бы остановиться на таком вопросе, как преемственность между дошкольным и начальным звеном обучения. То есть в этом смысле преемственность, она, во-первых, это определение общих и специфических целей образования на данных ступенях, построены единость содержания дневной линии, которая обеспечивает эффективное поступательное развитие ребенка, успешный переход на новую ступень образования. А во-вторых, это связь и согласованность каждого компонента психотической системы образования. То есть это цели, задачи, содержание методов средств и форм организации. Такое понимание преемственности, оно обеспечено дошкольной ступени, это сохранение самоценности данного возрастного периода, познавательной, личностного развития ребенка и его готовности к взаимодействию с окружающим миром, развитию его ведущей деятельности как фундаментального образования дошкольного периода. А на начальной ступени оборудование на личные уровни достижения дошкольника, индивидуальную работу в случаях интенсивного развития и специальную помощь по корректировке и сформированности в дошкольном детстве качеств разных ведущих деятельностей. На современном этапе, конечно, произошло освещение акцента понимания готовности ребенка к обучению в школе. То есть интеллектуальная на личностную готовность, которая определяет сформированность его внутренней позиции школьника. То есть способность ученика принять на себя новую роль. На первое место здесь выходят сформированные познавательные мотивы. То есть уже сознание, желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже какие-то полученные знания. И для современного первоклассника очень важно, важным станет не только обладать какими-то инструктивными сунементами познания, а сколько уметь им пользоваться. И здесь бы можно было выделить связь дверей, те, которые связывают детский сад и школу. Это, во-первых, детский контакт педагогического коллектива детского сада и педколлектива школы. Непосредственное сближение как дошкольников, так и первопластников. Воспитатели, они знакомятся с содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы в начальных классах, определяя различные перспективы развития детей и обеспечивать тот уровень, который требует школа. И в свою очередь, учителя будут получать представление о содержании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду. В результате таких контактов педагогов в детский сад и школ достигается их взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают требования школы, задач подготовки детей в учебной деятельности, а учителя, они глубже вникают в задачи в содержание метода работы детского сада, что помогает им воспитать вот эту вот приемственность в методах воспитательного воздействия. Связь между детьми, подготовительной группой и школьниками, она поддерживается в течение учебного года. Ознакомление дошкольников со школой, учебной, общественностью жизни школьников дает возможность расширить соответствующее представление воспитательников детского сада и развивать у них интерес и к школе, и желание учиться. Формы этой работы, они могут быть разнообразны, начиная с экскурсий в школу, посещения там мастерских, библиотеки, проведения каких-то совместных занятий, утренников, праздников, вечеров различных и до организации совместных рисунков, поделков, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, установление связей и творческого договорничества между детским садом и школой. Необходимы условия успешного решения задач подготовки детей к систематическому обучению. И осуществление преемственности между дошкольной группой и начальной школой во многом, конечно, определяют эффективные условия образовательные следы в пространстве школы. И в результате формируется личность, адаптированная к обучению в школе и дальнейшей жизни. И здесь проблема преемственности она может быть успешно решена только в тесном взаимодействии детского сада и школы. И выигрывают в этой ситуации все, особенно в детстве. И ради детей можно найти и силы, и средства решения этой задачи преемственности. Спасибо. Используюсь. Придавляю микрофон и Даня Роман. Ну, я думаю, что прежде чем говорить о преемственности, то есть как ее реализовать на разных уровнях образования, нужно определить понятие, что мы принимаем по преемственности. Но вот я лично по преемственности в широком смысле понимаю, это связь между различными уровнями образования. В узком смысле я понимаю, это связь между отдельными учебными дисциплинами. И, по моему мнению, сущность преемственности будет заключаться в непрерывности образования. А что есть такое непрерывное образование? Ну, я думаю, что это умение учиться. Через что появляется умение учиться? Ну, естественно, через универсальные учебные действия. А как прийти к универсальному учебным действиям? Ну, здесь, по моему мнению, учебных предмет должен стать средством, где формируются универсальные учебные действия. Я думаю, что здесь мы говорим об одинаковости в формах, об одинаковых требованиях к результатам. Мы должны говорить об оценивании, которое на различных этапах должно быть единым, и разница лишь в содержании этого. Так вот, для того, чтобы обеспечить преемственность, по моему мнению, необходимо, чтобы был организован командный подход на всех уровнях образования. То есть, к примеру, начальное общее образование основывается на результатах дошкольного общего образования. Основное базируется на результатах начального. Соответственно, среднее базируется на результатах основного. Должен быть, ну, если мы говорим о непосредственно деятельности педагогов и педагогических коллективов, я думаю, что здесь должен быть выработан такой должен быть коллектив, который работал на общую стадию, который создавал модель в своей школе, которая была приемлема на каждом уровне образования. Здесь вырабатывается общий терминологический язык, здесь должны в этом, ну, реализация этой программы должны участвовать психологи, в разработке этой программы должны участвовать психологи. Я думаю, что форма текущего контроля и аттестации должны соответствовать строго возрасту ребенка. Мониторинг метапредметных и личностных результатов невозможно осуществить на уроке. Его возможно осуществить через какие-то мониторинговые события. Эти мониторинговые события, естественно, должны быть реализованы на разных ступенях образования и, как следствие, даже не связаны с возрастом. Естественно, мы принимаем спекрасно, что первоплассникам легче будет адаптироваться в школе, если они будут проходить в систему предшкольной подготовки. То есть, когда маленькие детки приходят из нулевого класса в школу, где они знакомятся с учителями, с ними работают по направлению умения слушать, умения общаться, развивая познавательные интересы. И эта приемственность будет лучше проходить, если будущие первоплассники будут проходить предшкольную подготовку непосредственно в той школе, куда они будут учиться в дальнейшем. для того, чтобы дети в основной школе адаптировались быстрее, то в начальной школе должны быть созданы такие механизмы, которые бы основывались на умении делать выбор ребенку. ребенок. К примеру, если в начальной школе ребенок будет в течение всей недели выбирать какую-то форму организации, которая будет достигать образовательной результаты разными способами, то как бы это будет способствовать тому, что, придя в основное образование, ребенок уже будет готов делать осознанный выбор содержания образования. И здесь мы можем говорить уже о индивидуальном развитии учащегося. Я думаю, что учителям основной школы обязательно нужно посещать занятия в последние полгода занятия в четвертом классе. Для чего? Ну, во-первых, знакомиться с детьми и понимать их индивидуальные особенности. Мало того, нужно создать систему при выпаде из четвертого класса, чтобы дети были в актуру, в котором будут заключены все их образовательные результаты и плюс в котором будет обязательная протатистика психолога. Потому что тогда вот эти вот вещи способствуют тому, чтобы учителя в пятом классе опирались на уже имеющиеся, ну, опирались, точнее, на индивидуальное соответствие детей. Пожалуйста, я... Спасибо. Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Здравствуйте, еще раз, коллеги. Сегодня мы говорим об очень важном вопросе, так как главным вектором развития системы образования города Красноярска является повышение уровня образования. А важным условием, конечно же, это обеспечение непривыльности образования, которое понимается, как согласованность всех компонентов образовательных систем на каждом уровне образования. Я являюсь учителем начальных классов и буквально через три месяца мои ребята уже перейдут из первой ступени среднее звено. И чем ближе этот момент, тем серьезнее этот вопрос и тем волнительнее для меня, потому что это первые выпускники, которые работают в связи с требования нового стандарта, а также берут классные руководители и коллективы учителей, команды учителей, которые будут реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Сейчас уже учителями начального класса сделана достаточно большая проделанная работа. Разработаны освоили институтно-деятельностный подход. Активно стали применяться новые методы, формы работы, технологии обучения. Далее большой класс проделан учителями разработки и реализации программы формирования универсальных учебных действий. Тоже построена по-особенному система оценивания планируемых результатов в том же обучении универсальных действий. Но остается сейчас проблема в чем? Кто и когда будет обеспечивать приемственность при переводе наших детей, обучающихся уже в условиях нового стандарта. Именно приемственность, освоение формы работы, методов и технологий, программное развитие, это уже будет развитие для самых учебных действий, и системе оценки планированных результатов. Поэтому я вижу следующий путь, с помощью которого можно порешать данную проблему. Это создание школы методического объединения учителей четвертых классов, после которых и будущих преподавателей пятого класса, для того, чтобы построить единую деятельность в течение одного года. Что же можно делать в рамках этого методического объединения? Конечно же, соглашусь с коллегой это посещение уроков, для того, чтобы понять приемы технологий, формы работы, особенно системно-деятельностный подход. У нас в гимназии, в которой я работаю, эта деятельность идет, учителям среднего взгляда очень нравится вместе с нами еще и разрабатывать уроки с применением системно-деятельностного подхода. Далее основная деятельность на это методического объединения будет разработка матрицы универсальных учебных действий. Учителя эту матрицу разработали как формирование универсальных учебных действий, учителя даже средние школы должны на основе этой матрицы с помощью учителей начальной школы конечно же прописать программу развития универсальных учебных действий. Здесь же может быть и совместная разработка инструментов оценивания универсальных действий чаще. универсальных учебных 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 делом отдельных предметов. Остановится обязательно для всех без исключения участников. Поэтому именно можно на содержании неурочной, общей неурочной видимости 4-го и 5-го класса построить как раз и понять, какой выпускник начальной школы получит, средняя школа, понять, как нужно с ней работать, какие предметные результаты дальше развивать, как оценивать эти результаты. Считаю, что приемственность нужно выставить через конкретную, деятельность, а не через разговоры об этой деятельности. Спасибо всем. Спасибо. Что ж, передайте новое время Александровне. Очень много было высказано. Все очень нравится. Потому что действительно создание единого природного образовательного процесса на всех этапах является основой успешности в нашем замечательном веке, которые в конце концов должны получить действительно личность, которая может найти свой путь в жизни. Это задача, у нас расстояние перед педагогой, когда дети переходят за мной и школьные ступени на другую. Я бы хотела обратить внимание на психологические особенности ребенка, потому что школа у нас все-таки не любит. Жизнь и теперь уже как бы подростка, а не ребенка, потому что он переходит изначально, что он в среднюю, становится совершенно другой. С одной стороны, он уже вырос из общения с одним предпедагогом и с одноклассником, не только какого-то ограниченного количества, и ему уже нужны какие-то более глубокие знания по предметам. А с другой стороны, для него этот уклад очень непривычен и очень болезнен. И вот перед каждым педагогом, проходящим в пятом классе, настаётся вопрос, именно как помочь выпускнику начальной школы, школы развить свои умения учиться до построения индивидуальной образовательной траектории, как помочь ему достичь действительно сформированной гражданской позиции. Очень значим, на мой взгляд, именно в этом возрасте сохранить положительное отношение пятиклассников к обучению, потому что найти для него его личный интерес к изученному предмету, сориентировать его на пути самосовершенствования. Я учитель английского языка и работаю с детьми, начиная со второго класса и заманчиваю работу своей с детьми по выпускному, занятому в одиннадцатом. Казалось бы, по предмету не должно быть никаких проблем, потому что я первым детей и четвертого класса перехожу с ними также в пятый и продолжаю работать. Однако, очевидно совершенно, что дети меняются в пятом классе и они вот просто на глазах видно, что они начинают чего-то искать. И мы как бы понимаем, что это не чего-то, а какие-то свои модели поведения с педагогами, с одноклассниками, со старшеклассниками. и уже смотрят больше не на единого учителя в начальной школе, а действительно на своего одноклассника чаще смотрят, чем на учителей. То есть ценности немножко перемещаются. И как бы сделать так, чтобы все было хорошо и гладко. Это очень сложно. И я вот, например, до второго не таких нет. Начиная еще с начальной школы, я увлекаю детей в мероприятиях, где принимают участие учащиеся из разных классов. То есть на таких мероприятиях, ну, например, погружение в английский язык, туда собираются ребята с четвертого по девятнадцатый класс, которые интересуются английским языком. Там, естественно, что у нас разные види деятельности для каждой группы. Но очень много мероприятий, которые посвящены, в которых задействованы группы разного возраста. И здесь младшие видят, что заинтересовалась в этом предмете не только у них, но и у старших тоже. И они учатся взаимоотношениям уже с учителями, потому что они видят, что старшие по-другому относятся к учителям. Тут даже такая маленькая деталь, например, оформление в классе. Я в уголок вывешиваю все грамоты, которые дети получают за свое участие в старшекласснике. За участие в разных новых конференциях, в фестивалях и так далее. Второклассники приходят на них, он, хорошо, значит, я подумаю, а я вот там буду участвовать. То есть, очень хочется обратить внимание, что для психологической адаптации учеников, пятиклассников особенно, большой роль играют старшеклассники. И мы живем как бы в одном пространстве, школа называется. И в этой школе есть учителя, есть дети старшие и младшие. и в принципе мы можем для своего, ну, то есть, младшие, когда общаются со старшими, то есть, это разные какие-то педотряды и так далее, то можно, то есть, это техника сотрудничества. Вот в этом пространстве мы можем хорошо достичь своих целей успешных и быть успешными. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Александрович. Евгений Михайлович, к вам меня хорошо слышно? Или лучше микрофон? Замечательно. Я считаю себя человеком очень счастливым, потому что я попал в уникальный педагогический коллектив. Наш педагогический коллектив находится в маленькой 35-тысячной деревеньке Солнечной. Школа 141 и, соответственно, все крутится вокруг единого места. Как бы все в шаговой доступности. Рядом детские сады, вот рядом школа и уникальный коллектив создал, сумел снивелировать данные проблемы. Эти проблемы снивелировались достаточно давно. Исходя из своего жизненного опыта, я позволю себе рассказать приблизительно как со стороны того человека, который участвует в этом, как мы снивелировали эти проблемы. в первую очередь заполняется более низ, нижние потребности людей, а потом уже заполняются духовные. Все начинается с того, как люди приходят к нам в школу. Как театр начинается свежим, так и начинается момент, как люди к нам приходят. Приходят первоклассники, и мамочки, и учителя их встречают, и взяв опыт из детских садов, потому что они посещали детские сады, они знают, как детей принимают, они берут и обнимают каждого ребенка. Вот сентябрь, октябрь, ноябрь те учителя, которые принили детей, они начинают с того, что они их обнимают. И они с рук родителей берут на руки этого ребенка. И вот недовольный, не выставшийся, внукающий ребенок пришел, и его мамочка обнимает. Более старшее звено проводили исследования у нас в школе, и мы попытались расписать распорядок дня и друга. И все дети, большинство детей, в свое время писали встал, поел, поменуха и участок в школах. И вот школа превращается в огромное серое пятно такое, в котором нет краски. И мы начали добавлять краски. То есть наша задача добавить краски. И уникальный коллектив заучей директора пришел у нас в школе очень много мужчин. Много мужчин, это в смысле вот у меня в классе 13 предметов, из них 7 предметов идут мужчины-преподаватели. То есть коллектив мужчин очень большой. И на педсовете нам сказали примерно такую фразу «Дядьки, вы все приятные люди, встречайте детей». У нас ситуация, что детей надо встречать. И мы встречаем детей. Вот приходит ребенок, у него руки замерзли, он трясется, но он пришел к батю. Он пришел в школу к батю. Батя что сделает? Полож варежки на встрече. Полож варежки. на батареи у нас батареи стоят. И соответственно давай я погрею. То есть и психологическое заполнение добротой начинается с этого. А потом доброта распространяется в общение. Мы все друг с другом общаемся. И только общаясь мы заполняем вот эти вот как сказалось непреодолимые пустоты. Начинается общение в детском саду. Детский сад. Мы приходим в детский сад и смотрим наши преподаватели начальной школы приходят в детский сад с своими мероприятиями например с светофором и для детей устраивают праздник. дети видят кто такие ученики и в этом мимилируется ситуация мимилируется ситуация боя взгляд. У нас в среднем звене тоже есть свои определенные методы и в старшем звене мы работаем вместе с УБК работаем вместе с учебными заведениями и уже наши ученики например идут в педагогический колледж на сегодняшний день идут педагогический колледж педагогическом колледже занимаются лучшие ученики ученицы и смотря на наш позитивный опыт мы позитивные мы улыбаемся и говорим что вот наша работа такая замечательная и у нас сейчас есть 7-8 девочек которые собираются дальше поступать в педа университет спасибо большое всем большое и завершаем в педагогическом в педагогическом в педагогическом добрый день очень такие хорошие емкие ответы коллег они все все кажется все уже сказали что можно было сказать но все таки я снова хочу вернуться к тому периоду переходного периода от начальной школы среднего звена так как я учитель начальных классов естественно больше всего меня интересует психологический комфорт моих детей чтобы они при переходе изначально школу среднюю не потеряли своей детской наивности чтобы все у них было хорошо и чтобы дальше они не потеряли интерес учиться вообще очень образно процесс преемственности описал Эйнштейн и Инфир процесс преемственности это не похоже на разрушение старого амбара и возведение на его месте небоскреба оно скорее похоже на восхождение на гору которое открывает новые широкие виды показывающие неожиданные связи между нашей отправной точкой и ее попадом окружении но точка от которой мы отправлялись еще существует и может быть видна хотя она кажется меньше и составляет крохотную часть открывшегося нашему взгляду обширного ландшафта но как правило коллеги в средней школе как раз этот амбар зачастую пытаются снести со словами это вам не начальная школа хотя учителя должны понимать что преемственность в образовании это система связей обеспечивающая взаимодействие основных задач содержания методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка и вот этот переходный этап он является сложным не только для ребенка где безусловно для детей в первую очередь это самый критический момент и от него зависит дальнейшая траектория его развития но также этот сложный период и для родителей которые переживают не меньше чем дети за то как сложится их судьба в старшей школе это и учителя начальной школы переживающие за их дальнейшую судьбу это и учителя которые принимают данных детей поэтому я считаю что весь педагогический коллектив родители дети на данном этапе должны быть единой командой и вот я даже склонна к тому что вообще нужно проводить обязательно командообразующие тренинги для учителей средней школы начальной школы старшей школы чтобы не было вот этого разграничения потому что я на своей практике очень часто вижу что нет этого единства есть какое-то соперничество бывают конфликты и постоянно вот перетягивание каната это начальная школа не научила это старшая школа не научила или это средняя школа не научила и каждый пытается доказать свою правоту конечно в первую очередь нужно воспитывать дети то что расположено было в начальной школе вот эти нежные ростки их нужно беречь и оберегать помогать им расти и крепнуть какие пути решения уже было озвучено о том что обязательно нужно посещать учителям средней школы уроки учителей начальных классов смотреть с каким темпом работает педагог как он подает материал смотреть на взаимоотношения педагога и детей так как любой предмет у детей основывается в средней школе еще на отношении к учителю это уже в старшей школе они смотрят на тот педагогический багаж который несет учитель в средней школе и в пятом классе они еще личностные переносят на предмет поэтому обязательно нужно установить хорошее отношение с будущими своими детьми также нужно проводить совместные мероприятия математические какие-то олимпиады например не классные мероприятия учитель начальной школы тоже должен сходить на уроки предметников и ознакомиться с их методами работы я считаю что это необходимо обязательно и обязательно разработать критерии то есть ознакомиться сначала с критериями по которым оцениваются дети в начальной школе а потом уже совместно выработать единый критерий чтобы этот переход не был таким болезненным поэтому в моем понимании прежде всего нужно задачи 4 среднего звена и начального звена максимально снизить дискомфорт учащихся при переходе со мной ступень премьерсик на наговорительные слова а на деле и когда вы начали обращаться к своей практике наверное это более всего дает возможность ответить на вопрос о том как это делать непосредственно на рабочем месте из того что вы сказали получается что очень важно чтобы премьерсик понималась как непрерывность и на уровне целей задач неестественных результатов в документах школьных и в головах видимо потому что это все было согласовано на уровне действий вы говорили о том что почти все о том что очень важно чтобы коллективы педагогические работающие на разных возрастах встречались между собой и обсуждали свою деятельность и что они делают с детьми мы многие говорили о том что очень важно создать в школе такие условия чтобы дети разных возрастов перемешивались и видели друг друга и даже детский сад был пример чтобы разные возраста видели или возраст чтобы дети разных возрастов видели друг друга на смысле видели того кто каким они еще были совсем недавно и какими они будут вскоре вы говорили о том что внутри одного возраста нужна командная работа учителей и говорили про то что в общем в системе оценивания и мониторинг образовательных результатов тоже можно было удерживать преемственность поэтому очень важно передавать со ступени в ступени комплекс результатов по каждому ребенку это помогает удерживать но знаете у меня такой вопрос мы все-таки в дискуссии или в ваших высказываниях останавливались может быть я это спровоцировала останавливались на вопросе преемственности при таких больших возрастных переходах а у меня вопрос а существует ли проблема преемственности внутри одной ступени я конечно извиняюсь что может быть То есть труднее будет ответить учителям начальной школы, а сложнее учителям основной и старше. Но все-таки есть ли такие проблемы в преемственности внутри возраста? Мы будем отвечать пожеланиям. Я как учитель физики, то есть я вижу детей от 7 до 11 класса. И когда ко мне дети приходят в 7 классе, что я наблюдаю? И наблюдаю, что у нас между предметами нет преемственности. И как с детства происходит разрушение единой картины мира у ребенка. То есть получается, в курсе окружающего мира, в курсе географии, биологии, дети изучают все то же самое, что я изучаю в классе физики. И то есть получается, эта несогласованность между предметами приводит как раз таки вот не к соответствию преемственности внутри возраста. Потому что вот он класс. Я хотела бы сказать, я учитель начальных классов, поэтому я прохожу, так скажем, две ступени. Первая ступень – это когда ребятишки с детского сада приходят ко мне. И вторая ступень – это когда я их провожаю в 5 класс. Вот здесь очень хотела бы сказать о том, что если вот у нас при переходе с 4 в 5 класс как-то еще более-менее, так скажем, работа выстроена, да, все-таки мы все вместе своих детей передаем другим учителям, да, и мы постоянно общаемся. И здесь как-то на побольше. А вот проблема у нас заключается в том, что не всегда дети, которые воспитываются в детском саду, вот, в микрорайон, да, они приходят именно к нам. То есть нам очень трудно сотрудничать, потому что мы понимаем, что если сотрудничать, например, с детским садом, да, проводить какие-то мероприятия, они, ну, к ним, то не факт, что, например, эти ребятишки берут именно к нам. Вот это у нас проблема в детском саде. То есть хотелось бы, как-то, вот, может быть, какой-то ребенок, прям, за то, а вот, как бы вынести, так скажем, на более такой высокий уровень эту проблему, да, в том, чтобы вот, если детские сады, они находятся на этом микроучастке, да, то есть будет точно от сотрудничать, если потом все эти ребятишки берут именно к нам в школу. То есть мы уже работали на будущем своих выпускников, пока. Спасибо. Ну, с вашего разрешения тоже хотела бы всегда высказаться. Несмотря на то, что работаю только на начальной ступени, вижу проблему преемственности в этом возрасте в чем? Значит, я веду уроки по предмету русский язык, математика, литература, окружающий век, технология. Имею возможность развивать в детях универсальное учебное действие, помимо предметов, понятно, действия. Что же происходит, когда ребенок приходит на урок английского языка, на урок физкультуры? Во-первых, у нас не налажена связь с учителями предметниками. И вот здесь, конечно, дети у нас находятся в жнецах, потому что я уже активно внедрила стандарты в свою деятельность и работаю на детей. А, например, учителя предметники, даже в рамках начальной школы, еще и все осуществляют деятельность. И ребятишкам, конечно, очень тяжело. Я немножко другую тему этого задумаю, это переход ребенка из одной школы в другую. Или переход из одного класса в другой. Здесь тоже очень сложно ребенку адаптироваться, особенно если недалеко переехали. Потому что, вроде казалось бы, программы все государственные, все универсальные и так далее, вроде все должны работать одинаково, а требования совершенно разные. Вот с этим нужно как-то тоже, наверное, хотя бы на уровне уровня. Спасибо. Еще один такой разворот интересный вопрос. На параллели седьмых классов, восьмых классов, девятых классов всегда существуют свои проблемы. Соответственно, проблемы эти появляются, когда мы начинаем общаться. Пообщались преподаватели, поняли, что дети, например, не умеют решать задачи. Сели, разработали единый способ оформления, единый способ решения. И единообразно подошли, проблему сняли. То есть каждый раз, каждый день, каждый год появляется новая проблема. Если эту проблему не обсуждать, то они тогда оказываются где-то забытыми, затертыми. Мое мнение, что решение проблемы именно в обсуждении. Обсуждая проблему, она появляется, придумываем, как ее решать, появляется механизм. Каждый год нового. Спасибо. Спасибо. Нариня, скажите, что такое, да? Есть ли время немножечко для минуты? Ну, тогда, я, конечно, хотела бы задать вопрос, а кто тогда, ну, слышится, что вы говорите, что, ну, это вопрос, который в первую очередь должен решать коллектив, который непосредственно сейчас, и непосредственно с этими детьми работает. По общению, по взаимодействию, по согласованию своих конкретных задач, а не тем, которые написаны могут быть, и в рабочих даже программе, да? Ну, вот я все-таки вернусь к своему такому больному вопросу, когда было сказано, что для того, чтобы, значит, вот, обеспечить переход из начальной школы, например, его, да, в основной школе, надо, чтобы он был максимально дискомфортный. Мой вопрос, ну, успеем бы ответить. А надо ли вот так вот сглаживать переход или все-таки надо создать условия, чтобы они почувствовали возраст и почувствовали изменения? И тогда, как же тут с приятственностью быть? Да, я думаю, что нужно, чтобы дети почувствовали этот резкий переход между возрастами, потому что если не будет перехода, вот этого, не будет кризиса, не будет прироста, то ребенок останется там, в начале школы, а в новом, он не изменится, нужно обязательно изменения. Поэтому резкий переход должен все у нас учиться. Тогда, коллеги, если вы там согласны, вы поспорить хотите? Да. Хорошо. Да, безусловно, кризис, он всегда служит толчком к развитию любого человека. Но я склонна все-таки к тому, что резких изменений быть не должно. Да, изменения не будут, это само собой произойдет, но все-таки это должно быть плавно происходить. То есть это должно постепенно. Дети должны быть к этому готовы. Это то же самое, что, ну, просто человека, который не умеет плавать, бросить, да, в репу резко. Ну, я так понимаю, но мы еще есть мнения. Пожалуйста, я считаю, чтобы это было безболезненно, нам, одним педагогам, с этой проблемой не справиться. Потому что здесь мы хотим, я хочу сказать о том, что нужно обязательно психологическое сопровождение. Именно психолог, он поможет, прежде всего, диагностику провести, а уже по этим результатам составить такую программу, чтобы там были и коррекционные занятия, и какие-то рекомендации и родителям, и учителям. Тогда будет проще вот как-то сглаживать и делать это как-то. Спасибо коллеги за ваши примеры, за ваши рассуждения. Мне кажется, у нас под конец даже получилась эта дискуссия немножко. Жаль, что вам не хватило времени. И я продолжу.